Подмин с броней. Ну и четвертый пик у нас от Undershock. Но пока пик очень... А, стоп. До этого, по-моему, у них Fly Pickle. Уже новый капитан? Поменялось все. Новые пики, новые стратегии. До этого Fly Pickle, я точно помню. Ну, решил Undershock взять на себя. Решили что-то поменять. Самое время, самое время поменять. На процессе Virtus.pro поиграть. Пока все круто выглядит тут, да? Полноценный врыв через Nikes и Сардара. Дизраптор, который саппорт вполне себе сильный. И против Бреймастера может зайти. Статик Штормки на Цикфилд. А, ну визаж понятно. Это для Лила. Для Лила визаж. Но кто захотел на Виверне? Соло захотел на Виверне бегать? Как-то сомнительно. Как тебе Виверна кэри через Молнии Аганим? Через Молнии Аганим? Нет. Никогда не видел. Артек Берн зажимается Аганимом и начинает бить. А там же если нажимают, там маны расходуются или что-то такое нет? Ну да, расходуются. Не очень приятно, если честно. Нет, ну сомневаюсь, что Армзес Солс. А, стоп. Соло пикает ВП. А дайд в разве соло по-прамзес пикал? Нет? Тоже. Ты поставишь неловкое положение. Мне казалось, дайд в рамзес пикал. У них соло и рамзес разделяют. Или нет? Агстанские по очереди пикуют. Клакверк еще заехал. Не лучшее сочетание. Клакверк, вот он как контрит на Акса, так и в команде, по-моему, не очень хорошо работают. Они ставят коги, и на Акс никого не может бить. Можно, конечно, не ставить коги. Все будет замечательно. Но, как правило, ты, когда на клаке врываешься, у тебя просто в голове загорается вот эта кнопка. Нажать коги обязательно. Как же без когов-то? И Акс заезжает для ВП. На сложную линию, вероятно. Бюрмастер пойдет. Фиг его знает куда. Мне кажется, гмит. Вряд ли рамзес захотел себе бюрмастера. Может быть, сейчас Лилл в мит пойдет на визаже, раз он так этого героя любит. И вроде даже в пабах какого… Лилл любит панду? Нет. Визаж, визаж, визаж. Визаж. Кор визаж. Но панда тогда как саппорт, что ли, получается? Я не верю, что он в голове в коги не пойдет. Такое звучит очень. Лилл, тем более, какая ему разница? Он что в миде, что на саппорте. Быстро выносит это, и мы на этом визаже. И удивительно, почему ВП не пикают его никогда. Лилл же постоянно на нем играет. Я один из лучших его героев. Удивительно. Может быть, визаж недостаточно силен. Его там изменяли, как помню, как только патч вышел. Что-то с ним делали. Ну да, там какой-то был фикс с птичкой, по-моему, связанный. Жигерна, это подбанили еще против ВП. И последний бан от Соло. Соло там еще ватарка, дизраптор или, мне кажется, какой-то. Да, да, 100% дизраптор. Интересно, почему на КВшках постоянно его пикают? Или что такое у них случилось? Пятый бан. Что нужно подбанить? Какого-то мидера. Возможно, фига узнает, кого ОСФ. Они обязательно банить тут. Что-то нормально. Решили подбанить. И мипарец залетает. Они уже пикали сегодня мипы, насколько я помню, днем. Да, слушал. И кого-то убили. Ну и очевидно, они победили, учитывая, что поражение его понят. И последний пик от ДД. Слушай, в Виверну еще, наверное, чтобы мипы не контрили. Взяли сами ЛП. Не забрали Виверну, да. Виверну так-то просто мипа — это лучший герой. Ну и последний герой СФ. Я не особо верю, потому что тут от физдэмэджа очень много защиты. Мипа он не убивает. Может, Эмбер какой-нибудь? Боже, нет! Я надеялся, что они не додумаются до этого. Но это уже стоять, сейчас будет кидать машинки на ХГ. Обисконечный март продолжаться. Если ДД отрогать, сами не задавят. Синкер. Не появлялся у нас Синкер за два дня игровых дня. Был он пару раз в банах. Но в игре не было. Ну, Игорь, если не сейчас, то когда? Мне больно. Больно от этого пика Тинкера. Они вот серьезно будут сидеть на базе. Надо было и Тинкера, и Котла взять. Тинкер и Котла. Это было бы вообще лишнее. Может, еще трентом немного полирнуть, чтобы он там хилил вышки. И вообще было бы идеально. Идеальный пик. Ну, видимо, ожидает нас довольно-таки долгая игра. Если ВП не смогут зажать, как-то унизить, загнобить этого Тинкера, чтобы он привыла хотя бы попозже. Ну, мипа будет, конечно, иметь оверфарм. Мипа будет фармить много. Может, и правда, только если ВП задавит прямо на раннем этапе, там на минуту 25. Хотя даже на 25-й минуте Тинкер уже как-то чуть-чуть может и защищаться. Накидает уже машинок. Купить после Линзы Аганим, да, и воевать. Окей, давайте смотреть. Virtus.pro против команды DD. Матч, который ни на что не влияет. Сказал, если что. Соло в мид идет на панде у нас с щитком и с квиленблейдом. Видимо, все-таки есть замена по ролям. Паша на виверне, да, решили поменяться ролями. Полностью прям поменьше. Давай. Нун на мипа. Соло на бремастере. Рамзес на аксе. Ну, и Лил, разумеется, на визаже. Так, тут забег. Поставили в ордец. И отходит. Возьмут, увидят тут, возможно, дизраптора. Так, он выходит, уже смог, кончился. Рамзес срезает. Ну, никак он его тут не заблочит настолько сильно, что подошел соло на панде. Байтит на щиток, но нет. Пойдут воевать за рону в Virtus.pro? Я думаю, нет. Паша пытался забрать Рошана, но пока рановато. У них, видимо, какие-то свои местные рофлы. Глупым комментатором непонятные. Что Паша делает? Пулит. Даблстак хочет сделать. Флай вышел. Интересно, Паша вообще играл на этом герое? Или специально шли героя, на котором он никогда не играл? Мог бы первый спальчик скачать. Паша Арсигмерта взять и нормальный дизраптор покрасить. Пол хп точно снял бы. Решил. Смолк на 0 нажимает. Но это, наверное, бит вы будете пытаться тинкера поглядеть. Ну, можно так тинкерами поначалу. Брюмастер клэпнет, Паша замедлит и можем тинкера так пробить хорошенько. А может быть Курьера Пашу бьет? Кстати, да. Курьера бежит. С плаской. Очевидно, что тинкер везет себе пласку. Так, курочка вышла. Курочка бежит. Вот он и Паша. Паша. Раз, два, два. Минус курочка. Спокойно, без эмоций подошел и Курьера убил. Как-то Андершок слишком просто я вел. Такая очевидная пласка. И Рамзес погибает. Нет, погибает. Фидер. Убивает. Рамзеса. Вот оно, но для диди. Паша немного подкрасил Андершока. Не привычно смотреть на Рамзеса на Аксе. Обычно привык к тому, что это лайфстиллер, чекернаут, а тут Акс. Соло, видимо, не очень опытный мидер. Фласки ест под тинкером. Забыл уже, что значит в миде играть. Флай опять тут бегает. Тоже, наверное, хотел в ответ убить курицу или какой-то вард. Сентрак поставить. Но ничего у него не получилось. Прогнали. А Акса тут видно на варде. Ага, засилил двух крипов. Флай. Тут еще и Женя пришел. Армзес как-то может и погибнуть. Там доколось быстрее нажимать. Полось нажимается. Артик Берн будет ли от Паши? Паша как-то... А, Артик Берн в кулдауне оказался. Да, он ее взял до этого на... На флайчика. Так бы, может быть, Женя смогли бы тут и... Хорошенько прессануть. Так, тут Супер Про на Клокверке. А, так они еще ролями, по-моему, поменялись. Все, по-моему, поменялись. Да, и Диди, и ВП. Супер Про. Но это уже решавлы начались. Квалы очень закончились. Зажал Лила. Красиво. Лил. Но при этом непонятно еще, кто кого. Супер. Под крипами. Отлично. Погибает Клокверк. Так. Паша тут продолжает развлекаться с флайем. Флай перебивал половину крипов на этом кемпе. И уходит спокойно. Рамзоса был в лес, наверное, уйти на постоянку уже. Или... Хотя тут Найк-то поднапрячь. Контр-Хелликс не прокает. Вообще ни разу не крутится Рамзоса. Как-то не везет ему. Спасибо на способности. А, нет. Слушай, все нормально. Супер Про до этого на ЛЦ был сложный. Просто почему-то подумал, что на кэри бегал. А, ну там просто это ЛЦ бегало, как и кэри. Поэтому всех убивал. Сильнее всех был. Стоит Рамзос. Впитывает тычки. Больно. Но Рамзос будет крутиться сегодня. Вот, он наконец-таки крутанулся. Есть Клун Де Брейс. Надо отсюда отойти Ластилера немедленно. Еще подхилил немного Рамзоса. Погоня. Какой-то был бутылхангер здесь Рамзосу. И можно было этого флайка гонять и убивать. Не хватает левела, к сожалению, для этого. Там еще лед ждет СП. Так, тут ганкот, но у нас на хосте. Раз, мипарь. Два, мипарь. И минус тинкер. Почаще бы его так убивали, этого тинкера, чтобы отложить тервала до минуты двадцатой. Да. Соло еще флазку себе приносил. Дополнительные этапы есть. Женя, выход мид. Надо Соло обижать. Ничего, не предъявит ему определенно. Вдвоем эту панду плотную пробить. Лил опять проседает. И минус Лил. Был бы граффчил, бы смог бы уйти, а так слишком трудно. Лил уже не тот на визаже. Разучился. Ну, Лилу дают линию полностью. Просто Нун ушел в лес, говорит, Лил, фарми сколько хочешь здесь. Полное пространство от себя. Тинкер пока без ботинка. Нулик, боттл. И все. Кстати, Андрешок, мне кажется, должен хорошо сыграть эту игру, потому что, насколько я помню, по личному опыту, так сказать, в командах, когда ты садишься на пик, особенно во время замены, то есть кто-то тебе не понравился, ты говоришь, давайте я пикну. И тебе все так косо смотрят, говорят, ну давай. И на тебя, соответственно, такая, как бы это сказать, ответственность сразу возлагается, большая. Либо твой пик побеждает, и ты доказал всем то, что ты реально умеешь. Либо ты слил, на тебя точно все начинают косо смотреть. И, соответственно, чтобы победить, ты начинаешь потеть посильнее. Рамзес проседает, но сливит его колдубрейсом, и на Икс уходит. А еще и можно на Икса попытаться побить. Рамзес на флая пошел, агро пока нет. А там 1-1 Паша против Лайвеслера. Не важно, на каком Паша играет, начинают воевать. Там фызы появляются, Пашу можете закинуть. Лайвеслера, open wound, через пару секунд можно будет open wound нажать и попытаться бить. Паша, если колдубрейс. Агрит, отлично! Хороший, по твои, попалый. Паша, надо убегать, как можно быстрее. Рамзес не крутится, колдубрейс очень своевременно. Как же везет пока что виртус про. Open wound на Пашу, но немножко рановато. Как же хотят этого Пашу, байтит. Просто как же они бегают, прячутся в елках. Это голослер вынужден уйти. Флай. Если вообще нет горелки, взял игр в 2 почему-то. Да, видимо, они уже не возьмут горелку. Может быть, возьмут на уровень 5. Так, это стаки или... Да, хотят найти стаки для мипа, но ничего тут не стакается для него. Неудача. Лил опять фидит. Да, вот тебе она. Да уж. Против клака, так фидить. Визажом. Стыдно должно быть. А чем мипа вообще занимается, мне интересно. Он ли сформит? Я сформил. Да, отец. Он на базу пришел, подрегнился. Сейчас летит на центр мипа. Соло. Если прямо сплит, прямо сплит у Соло нет. Сетка в Женю. Тут мипа пришел. Женя будет плохо. Не у Женя. И Соло, он уже ли выживет. Боттл, колдорбрейс. Отлично, сейвит баша. Расшок летает. Ай-яй-яй-яй. Овес, воно флай. Кенетек филд. Есть пупы. Что по сетке? Нету долго сетка. Сетка пока в кулдауне. На первом левеле слишком большой кулдауне. Ну и ДД тут легко отделались. Могли еще потерять Тинкера и Флая, но повезло. Ничего себе. Вот так вот пошел Соло. Булыжник закидывает Флая. Ну, здесь убить и уйти. И убивает, конечно же. Тинкер еще в смоке бежал. Можно еще в небеса бонять. А, нет, там выход в смоке. Я думал, Тинкер просто смог нажал, чтобы быстрее добежать. Но нет, там выход будет еще на Соло. От Жени и Суперпро. Ну, так себе выход. Или выход на Лилла будет. Опять на Лилла. Возможно, они не поискали. Так, Соло бежит. Хилится. Увидит сейчас Клока. Увидел Клока на Хосте. Бежит. И, наверное, не выживет он тут. Никак. Да, слишком много урона магического. Батареек зашло. Там еще контрольная Дженни по земле. И минус Соло. Все-таки дожали его. Так хотели давно убить. Суперпро так-то нормально. Поубивал уже три килла. Два на Визаже. Один на Бремастере. Убил на Фидл. Убил на Фидл. Андершок. Куда-то идет... Тут он уже точно никуда не уйдет. У него, по-моему, ТП, ПД. Такс. Вот рук Дизраптора и Лавсилера. Тут еще Паша поджали. Ловит стандиджит сюда на Икс. И у Паши будут большие проблемы. Нужна помощь какая-то. Но помощь далеко. Мипа только только сюда бежит. И не поспеет Паша. Один против четырех. Тут еще суперпро. Со всех сторон его зажали. Бутербродиком. Блинк. Себе Соло хочет купить первым слотом. Никакой ПТ не будет брать. И уходит в лесок немного подкачаться. Несмотря на то, что играет Рамзес на опланирование. У него первый крипстат на карте. Так. Тут суперпро бежит. Без ульта пока. Подрубает батарейки. Дядочка и пупы. А мана вас может не хватает. А на возле парей? Мана не хватает. Зачем она тикойки поставила? Не совсем понятно мне, если честно. Суперпро. 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 Просто летает на базу. Визаж уже с птичками. Бегает там в лесах. Подфармливает. Ну, хотелось бы отметить Пашу неплохо. Показывает наиверни пока что. Думал, вообще не будет там разлюблять. Что к чему. Непривычный все-таки для него герой. Но, видимо, все-таки имел опыт. Где-то в папчике может. Потренировал к такому им на дню. К такому матчу. Не очень важному. Снова ходит Нун. Асадоруну забрать, но не получают. Но, ничего страшного. Не очень легко. Канайцик филд. Закрали Нуну, но уже тут. Убивать его никто не будет. А, все-таки купил ПТ. Слушай, придумал. Покупать голый блинг. Захотел поплотнее быть. И пока все. Спокойно. Рамзес имеет транквилы. Ловит его тут. Сразу же телепорт. Самоубийца на... Попытка может быть Суперпро убить. Суперпро тут один. Желли дожмет. Колдебрейс, но там батарейки. Паша больно. Паша Колдебрейс уже потратил. Больше его нет. Паша также должен погибать. Паша, Паша, Паша. Наденда расстается. Паша погибает. Приходит сюда Нунуан. Эрфес, крипа и... Флай, конечно, что угрет. Это все. Но на Иксо тут вряд ли получится взять. Толкают еще линию и отпускают. Внизу Лил начинает бить Женю. Там медальон. Сама сам, чтобы дать немножечко урона. Не повезло Лилу тут. Не хватило совсем чуть-чуть. Выход на мид. Там Тинкер. У Тинкера 1200. Нужно его убивать обязательно. Хоть это было не самое быстрое. 50-ая минута пока еще. Даже близко нет. На Тинкер убивать нужно. Прямо остается соло. Ну, как-то не знаю. Темаэтов нет вообще никого. Никто даже не пытается сюда прийти. Но он может соло убьет. Тут будет еще станчик от панды. Еще станчик взлетает. Надо уже уходить. Надо уходить соло. Он не хотела панде выжить. Но и соло тут, наверное, останется. Никуда он не уйдет. Ловит стан. И минус. Загулял. Лишнего, по-моему, куда-то побежал. Хотя бы я земляную панду отвел после второго стана. Такой просто цирки избили еще и подвышкой. Никакой поддержки отвертся про не было на соло. Шел просто один. 5-9 ведут Диди. У Паши все еще 5-й левел. Книжку бы где-то найти ему. Получить еще 100-й. 6-й тут очень полезен. Там выход на топ. На Нуна. Отличный скан от ВВП. И Нуну нужно отсюда бежать или как минимум прятаться. Купился Траголайнс. Дальше будет выходить в Блингдаггер. Уже достаточно много статов у него. Там внизу выход. Давайте взглянем. Выход на Женю. А Рамзес было бы очень круто. Именно ему сделать убийство. Но он, наверное, сделает тэп-аут. Бежит дальше. Тэп в кулдауне. И Рамзес подступил Паша. Продолжает стопить. Женя на спринцию бежит. Тут горелки до сих пор нету. Поэтому Женя выживает. Так, какая-то встреча. Тут у Нуна проблемы. Нуна, и Нун скорее всего отъезжает. Да. Мега килл уже у Клака. Суперпро хорош. Что на район командором был? Что сейчас? Лучший игрок. МВП. Прям делают очень много работы. Со сложной таления. И Травелан 11 есть у Тинкера. У Тинкера все круто. Уровень 9. Марши в 3. Лазер в 3. Так, тут Лил что-то пытается намутить. Выходит на флайя. На флайя вернет, очевидно. Лучший сейчас взлетает. Птицы. Или добьет. Да, добьет. Добьет все-таки. Много дэмэджа взлетает. Добили птицы. У СОО 1100. Из Рамзеса. Рамзес. Побольше денег. Без хукшота пока что. Долго кд. Не взять Рамзеса. Не стоит больше ему умирать. Надо в леску пойти и там посидеть. Минуты 2-3. Правда лес занят. Мипов просто полисосить всю карту. Да не только мипа. Там еще и соло в лесу сидит. Так, бежит дальше с хукшотом. Мигают на него. Идет в орде. Опа. Прямого. Нормальный состояние ждал просто. Прочитал. Еще следующий летит. Но уже все, уже хватит. Надо было и следующего дожимать. Там Клокер. Клокер уже доказал. А мне кажется, Клока даже взял бы он сейчас. Очень плотный лил. Левел 11 имеет. Так, а тут вордец. Я так понимаю, Сантри в этом матче никто не будет покупать УВП. Павший не из таких. Нет, есть Сантри. Стоит один точно. Харци, Акс. Мимагр. Прихватила соло на хосте. Бежит дальше за Женей. Ну тут Клэп, если там можно... Ну, прямо сплит, я не вижу. Спасно нажимать. Ни как, он вот тут не возьмет. Клэп и все. Ловит стан. Там еще Тинкер летит, там всякий случай, он под сейф и все. Закончился на этом. Надо дофармить вот эти вот блинки. На Абрион, на Аксе. Немножко остается. И соло Иром Азесом. Тут уже прям апнутая медалька. Ничего себе. Ну, либо может, да, лица разбивать почти всей командой ADD. Один на один уж точно. Ну, может быть, кроме Лайфстиллера. До Тинкера. Флай обновил Сентрак. Обновил ОПС. Так, тут НОВАН. НОВАН встревает. Статик Шторм в придачу. Да, он тут не поможет ему Шрайна, я думаю. Слишком много демок. Паша, Паша Кландо Брайс дать не успел. Погибает Липа. Спасли еще Пашу, по-моему. Так, вот он тут тоже бы остался в таверне. И параллельно погибает Стардар. Арамзас, возможно, с блинкдайгера ворвался. Уже не без него. Паша. Если ультимайт, ультимайт есть. Но кастовать у него не получится. Кландо Брайс на себя. Еще одни ракеты Синкера сейчас должны быть. Синкера полетели, ракеты. Но Паша не попадает. Еще тычка залетает. Соло с ультимативной. Вряд ли он тут закинет. Маны есть. Тютелька в тютельку. Ну, либо нажимать, либо погибать. Нажимают. Так, ну, должен взлететь в лыжник или успеет Наикс забежать, куда-то сесть? У Наикса есть залезть. Синкеров того же. Там рядом Лил. Лил уже здесь. Лил начинает пробивать. Соло сомшен. Ласилер погибает. Синкер. Может быть, глипсануть Лила? Никто не глимсует. Приходит Рамзес. Топором по лицу. Минус два. А там еще дальше прыгнул. Клеймс есть агр, дал. Отлично. И флай не может воспротивиться. И отъезжает тут еще и флай. Даблкил для Рамзеса. Киллинг спрей уже имеет. Только блин купил. Уже тысяча золота. Он сделал три фрага на этом блин дайгере. Отличное возвращение в игру. Ноуан, конечно, подфиживает. Блинка мы надо быстрее взять. Ну, он должен быть на первой позиции. Учитывая, что ты мипа и всю карту фармишь. А тут только вторая. По наторсу. А кто там первый у нас идет? Лайвстилер. Ничего себе. Я думал тинкер. Ну, вот выбился на топ-1. Пожалуйста. Тинкер. Ну, тут все много фармят. Посмотри по наторсам. Тут уже не с блинком-то на 14-й минуте. Очень даже неплохо. На 3-500 у него на Творс. Пустой ботинок. Не покупался некий транквилла. Никой топорик. Просто какая-то стяжка от команды ВП. ВТП делается не издалека. Вероятно, это попытка смока какого-то или нет. Или просто фармить тем, что там еще с антриком подблочили этих реншотов. Не получится стакать. Есть мок у Паши, но пока не хотят реализовывать. Бегать там еще Женя по чужим лесам. Неплохо было бы вижн какой-то поставить. А, он еще и с Найксом. Увидели Пашу. Не точно в тан. Будет возможный ультимейт от Паши в Найкса. Женя бегает тут же соло. Соло без ульты, но... Напугались все равно. Хотя летит туда еще и тинкер неподалеку на шрайн. И можно дать бой вполне. Флайс ультом накрывает Нуна. Куда же летает Плок? Очень много демэджа в Нуна. Не хватает. Топоркаст тинкер, тинкер попался. Закрыл у Рамзес. Размен 1-1. Это еще не конец. Лилла идет в бой. Там птицы садятся. Ластера поцепили соло-самшн очень много. Ой, как много демэджа залетает. Проиграет пока армлетом. И пока выигрывает армлет. Баттлхангер в Сид. А Бузи трудно, но получается. Врывает соло-самшн. А Гракса даблкил. Мега килл уже у Рамзеса. Надо дальше бежать за флаем. Флай тут тоже никуда не уйдет, очевидно. Хоть сдал глимс, но утитурно. Еще один фраг. Женя? Женя уходит. А подожди, там еще параллельно. Супер про. У Рамзеса немного посторожнее надо быть. Там птички летят. Поджигай, поджигай. Нормально все. Байтит немного. Клакан на себя. Блин через секунду есть. Будет ли прыгать? Блин, Кагар. Контр-Хеликс пока не провокает. Есть грэмчилл. Манны не хватает на ульт, но все равно убивают. И занимает уже первую позицию по надфорсу. Тинкер там как-то подстрял. Очень глупо. Под Аксой, под кого-то еще. Слишком мало выдал прокаста. Там ракеты, марши, только по одному разу и погиб. Я думал, там взлетят ракетки. В этого мипа он моментально отъедет. А в итоге Тинкер поймали. Ничего он не смог там сделать абсолютно в этом файте. Так, возвращает Лила. Стан от Жени. Лил. Птички рядом. Залетает еще Рокет. Лил. Неужели бежит? Бежит что на Экс? Да. Винтер Керс. Тиммейт на Женю. Сетку ловит. Прыгает отлично. Рамзеса, как обычно. Загрил еще на Экс. Экс очень лох АП. Ульта была в Рамзеса. Не знаю, почему он постеснялся, если честно, убивать его. Там Соло где-то ультанул. Видим по фану. А, нет, он Андршока нашел. Еще и Клодерка зацепили. Сейчас просто будет много пуфов. Надо по таймингу сделать. Ага, все. Почти по таймингу. Все отлично делали. Ох, какие толпы. Целой толпой. Всех. Веселая игра. Очень активная. Вообще нет, ни секунды, когда просто начинают фармить все. Мне кажется, пик Тинкера не оправдается. Много очень фидер. Тинкера тут гнобят, гнобят, гнобят. Он как-то сам подставляется. Так, в риф от Женя отлично накрывается до флай. Минус соло будет. Минус соло. Дальше на Нуна. Нун. Также отъезжает. Женя. Размен. Анапзес будет резать дальше. Анапзес может сейчас дать ультинайз. Вполне может. Сейчас будет еще плевок. Да, даблкил для Амзеса. Монстр килл уже. Просто не остановить этого Амзеса никак. Лил еще бежал, но нет, не достает он флай. Не получится еще его убить. Надо Рошан убить. Бедный, но как его тут фокусят сильно? Бросили Рошана. Мипа нет. Без мипа не получится. Ну, а Тинкер пытается блин купить. Блинкдайгеру хоть как-то Андершокс может выбирать позицию оптимальную в всем файте. Пока очень трудно. Всегда его находит, убивает быстро. То есть такая инициация Блинкдайгера. Раз, два, три. Мидас. Мидасик. Давно он уже его хочет выформить. Уже из няги. Везет. У тебя Лил. Ну и сейчас сайты мы начнут очень быстро появляться. Там уже и талант второй есть. Первый талант на опыт. Очень высокий уровень будет у визажа. Так, ну и сабелька появляется у нас на Экса. Плай бегает еще. Ставится на трехи на соло. Просто размял немного. Соло выходит в Владмир. Классика. Где-то Пашу там приняли снизу. Загулял. Ну а выпа быстренько на Рошана. Снова уже вот раз мипа. Намного быстрее происходит убийство. А там летит. Снова. Ну дистратор без ультимейта. Дистратор нет ультимейта. Стоит Кенетик Филд. Рошан уже почти упал. Да, а Эгис для АБП. Прыгая с лордор, Женя не успевает. Не по таймингу. И Женя тут, наверное, останется. Очередная фраг для Рамзеса. Good like, Рамзес. Неплохо так. Разозлился. Так. Видит еще и Клока. Прямо смит от бремастера. Клок тут отъезжает без вариантов. Рамзес прыгнет. Снова. Агр. Это Бен. Good like. И там Соло. Убивает Волосвена Флая. Просто один. Просто по всей карте. Какое-то мясо происходит. 23-17 за 20 минут. Как же хорошо ВП. Им без разницы, каким пиком играть. Они бегают по всей карте. Всех убивают. Тинкер там уже с Блингдайгером. Я вижу, прыгает. Активно. Марши закидывает. Пытается как-то линии подпушивать. Надо поставить варду вот эти против Тинкера. На хайграунде, в лесу. И тогда будет вообще супер. Контролировать его можно будет постоянно. На хайграунде решил не делать Дизоль. Выходит в Милнир. Интересный выбор. Очень даже. И залазит в Женю. Будет попытка кого-то найти. Так. Клок стоит. Видит, например, Соло. И промахнулся. Не успел немного. Но все равно пойдут. Все равно пойдут DD. Нету Соло Ультимейта. Но зато есть Акс, у которого дикий перефарм. Скан от ВП отличный. Ну и ВП отойдет. Флай бежит ставить варды. И ВП стягиваются куда-то на топ. Сломать, наверное. Хотят Т1 вышку. Ну тогда они свое Т2, возможно, отдадут. Снизу все оккупировали тут DD. Поставили вардец. И спокойно забирают Т2. Вряд ли будет какое-то сопротивление. Действительно. Хотят просто разменять, наверное, Т1, Т2. Не в позиции тут ВП. И дефить будет проблемно. Хотя можно идти еще дальше тут. С мипарем-то. Там дэмэджа много. Рамзес в Смаке. Да ладно, неужели будут дефить? Неужели будут ТП? Три человека из ВП. Тут Рамзес вышел из Смака, но не понял, где. Паша летит. Увидели Клока. Женя не смог ворваться. Клок с Блэдмейлом. Отталкивает Соло. Соло пока без ультимейта. Паша проседает. Паша долго на Пашу тратит время. Так, там еще статиком накрывают Лилу одного. По-моему, на него еще попали. Продолжается. Да надо и все дальше прыгать. Синкер не найдет. Синкер успевает. Никого не поймает уже. Да, все ушли. Хотя летит тут там Паша. Попытка населения Силера. Но Бласток не работает. Не тот спелл. Не тот. Продолжает фармить. Не боится он. Там Рабзеста. Немного не туда. Там Рабзеста не играя через Блэдмейл. Не знаю, где он. Этот артефакт. Я думаю, он хочет быть помобильнее. Возьмет БКБ, чтобы цеплять тинкера потом на хайграунде. Вот такой идет. Такая задача у него. Снил Соло. Женя, Женя, Рискует. Да ладно, доняет. Доняет, но будет проведать. Еще и тинкер. Немножко не по таймингу. Нет, не поймал. Не поймал. Так-то Праймал сплит за... Нет, не поймать на Блинка. Не поймать Андершока. Рамзес продолжает убивать всю карту. Клокверк, есть хоккшот. Тут лил. Может быть встреча. Рамзес. Скатает Свардов. Рамзес. Рамзес. Купил софт. Бустер, бустер. Придумал с БКБ. Ой, это же больно. Как же больно Клокверку. Просто в секунды можно его убить. Убивает Клокверка. Синкер продолжает. Дальше можно идти зафлай. Флай пока без влета. Нет, опасно. Не хотят. С нашами больно. Больно слишком. Так, там кто-то прыгнул. Ну он прыгал дальше. Не допрыгнул. Да, прыгает дальше за Найксом. Отличный агр. Рейдж нажать не может. Очень много демеджа. И минус Найкс. 13 на 3. У Акса. Жесть. Просто убивают, убивают, убивают каждый раз. Именно Рамзес. Если тиммейтки. Не попал. Вижены очень не хватает в ВП. Не доигрывают саппорты. Паша в том числе. Не хочет ставить вижен. Если б тут был зард какой-то слева от Т2. Так. Рамзес. На форстафе, на блинке. Очень далеко он залетает. И снова Рамзес. Женя. Да надо отдавать. Бегает с блинком. Надо отдавать. Тоже захочет дынаить? Нет. Хватит раз дынаить он не хочет. Хватил в прошлый раз. Ну и все спокойно убегают и летают. Интересно, почему я решил все-таки слабустер купить так, рейт-кликом. Может, мана закончилась там к файту. Решил пополнить запас. Мана не хватает, говорит, Рамзес, да, и все. Там 20 тысяч преимущество. ОВП. По опыту. По золоту где-то около того. По золоту может поменьше, конечно, будет. Но по опыту много. Там Амидаса и... Ну и тут бедный Клокер. Загулял. Да. Лил мстит. Какое было начало, когда его убивали? Теревно оборот все. Лил уже мега километ. Так, тут не заметил Женя в ночное время суток. А вот Женю заприметили. Соло. Прямо сплит нет. 8 секунд. И погибает. Соло нафидел. Ну, будем пустить. Минимум Женю убьют. Ну, Женя все-таки саппорт, а соло... Так, там дальше идет попытка поймать на эксы. Рамзес ловит его. Прыгает сюда. Ноуан. И ничего тут не светит. И все равно Рамзес убил. Крутил. Понимаешь? И нууан, что это такое? Что это такое? 32-18. Просто ВП идут, убивают все, что видят. Так это Блодстоун. Ага. Для экса. Вот такая вот интересная идея. Блодстоун. Маны не хватает. Ну, он так много часто убивает. Да, если бы уже купил бы давно, там зарядов было бы 20. Тут почти Аганим у Лила. Будет потом, вероятно, еще Кираса какая-то. И будет устраивать он полный разнос. 19-й левел имеет. Не слабо. Ну, там и Мидас, и талант. В этом-то и вся причина. Но очень сильно бустит. А насколько там экспы талантов? По-моему, то ли на 20, то ли на 30. Ну, прилично. Ничего себе. Сгалим. 25. 25. Ну, это много. У инвокера 30. Еще 50 демаджей. Хорошие таланты. Так, тут Флай зашкирился, чтобы его никто не нашел. Вард есть. Паша. Оп. За ДНЛ. Обидно, Флай. Не получил свою соточку. Так, Рамзес без вид, но нет. У него просто бенкан, ну, где-то убил андершока, опять поймал. А вот без тинкера можно делать дела. Ну, правда, и Нуна убили. Рамзес. Игрим совет назад его, Флай, но Флай здесь погибнет. Минт Флай. Но убили Нуна. Без Нуна. Я думаю, он привык уже фидить в этой игре. Он в таверных, по-моему, не вылазит. Без Нуна не знаю. Не уверен, что будут заходить. Хотя тинкера нет, 30 секунд. Как раз, пока тинкера нет, это хороший шанс зайти немножко, побить хайграунд. Лил нормально прибывает, птички. Есть демод, что-таки, даже без Нуна. И Флай тоже нет, важно. Так, там Аск, далеко прыгает, очень глубоко, на Жене уже надо клэпнуть. Клэпа нет, прямо смешал так же дать не может. Тальше продолжает набить Женя, минус Женя. Клок. Проседает, новые птицы от Лила. Очень больно. Минус Клок. Клок у нас с байбэком, но Женя без байбэка теряют т3 тавер. Вот тинкер наконец-таки появляется, сейчас будет закидываться ракетами. Тавер добит птичками, и можно, даже нужно уходить. Уйти, пойти на шарайн чужой, разбить. Можно на свой пойти, по 3-геннице. Там бежит Флай, попытки кого-то зацепить. Ну, никого не видно вроде как. Тем более сейчас на развороте могут прыгнуть, что и делает. Рамзес, прыжок, на Флай, Флай погибает. Кукшот есть, рейв, неплохой врыв, кстати. Отличный, Паша ничего не успел сделать. Лил тоже очень быстро проседает, и надо бежать отсюда Рамзесу. Очень больно. Рамзес, блин, через секунду Форстафа уйдет, уйдет. Можно же ворвется Рамзес на развороте, Мипа через 5 секунд. Брюмастер пытается убить, но там колодец очередной, и надо уходить. Скорее всего не уйдет, идет Соло. Соло, Соло, блин, каут успел сделать. Мипа уже жив, Мипа, но Мипа не летит. Там еще Юлу, Соло, ничего себе. Только что купил. Ну, Рамзес 16 зарядов уже бластована из 12, изначальных. И путь Блодмейл. Так, ну ВП соберутся пятером. Можно, наверное, на какого-то Рошана сделать вылазку или в Смаке. Пока идут Диди на поиске, как минимум. Тут главное не подзалипнуть, кому ВП вообще-то один стоит даже в миде. Очень тяжело в Смаке бегать. Вот Паша на центр, а Рамзес может быть поможет сейчас, Женя там уже готов ворваться. Паша попросил мин с Пашем. Буд контратака какая-то, нет? Бегает Рамзес, Женя, вниз. Это вот, не видно. Еще даже мидасик прикупил Рамзес. Рамзес. Не успел среагировать, но при этом можно прыгать. Там Тинкер летит в мид, но Женя уходит спокойно. Бедный Паша, как же его быстро убивают. Ну и разлетаются довольно киллом Паши хотя бы. Летит Рокет. И мне кажется, ВП все-таки будут собираться под какой-то Смак. Нужно им делать вылазку. Тинкер с Аганимом. Ну а теперь будет еще проще. Мне очень приятно защищаться на базе. Много ракет. Лазер по ОЕ. Ну тут должен этим заниматься Рамзес. Постоянно этого Тинкера контролировать, прыгать. А с Блдмейлоном так и вовсе. Поставлять еще больше неприятностей. Рошан, появился? Ну я думаю, он отъедет очень быстро там под грыжной металлькой. Да, Диди даже сюда не успеют. Тут не все герои еще. Телепорты только-только делаются. Тинкер сейчас прилетит, но времени нет. Ракета, буты, хукшот. Хукшот есть. Так, а там врыв пошел у нас от Рамзеса. Уже. Хороший врыв. Тинкер самое главное. Поднимает вью. Тинкер будет делать дегграут. Дали тычку, сбили. К сетке стоит. Нуан проседает очень сильно, Аегис отдал. Рамзесу надо агрить. Сейчас будет идеальный агро. Отлично было бы. Идеальный агро приходит снова. Нуан после Аегиса. Рамзес живет до конца. Минус четыре. Ну и Олос на флайе ходит. Как убегает. Ну все. Ну он бежит за ним. В погоне. Тинкер рейд байбайка. Тинкер только-только купил аганем. Без тинкера центра точно упадет. Будет ли прыгать дальше? Что-то долго. Ой, тут еще и Хекс появился у Нун. Он же хитит. Да, уже минут пять назад Хекс появился. Еще в таверне он купил его. Пять тысяч дамэдж внес. Неплохо так. Но это минус мид. Это вероятнее всего минус вниз еще. Чего тут бояться командиров? Да, даже трех коров нет. Только два саппорта. Они бесполезны абсолютно. Ничего не сделают. Прыгает Нун дальше. Не сдаются Диди. Мега крипов в ВП не сделаю точно. Ну это последний, по-моему, матч Диди, да? Если я не ошибаюсь. Да, и для ВП, и для Диди, это последняя игра. И по-моему, это в принципе последняя игра. Не знаю, играется еще параллельно какие-то матчи. Да, там задерживаться будут еще. После нас даже. Лила 2500. 5000 мипа. Можно еще себе что-то интересное прикупить. Может какой-нибудь Этериал? Или сейчас это не модно на мипа. Ну почему? Покупают, покупают, конечно. Так, Лил 2700. И рефреш, рефреш. Интересный выбор. Ну да. Птичек почаще вызывать. Паша делает ДП. Есть почти Глиммер. ВП помогут тупо пойти по топу. Сырять им нечего. Даже если они там немножко подфидят, у них преимущество очень большое. Пытаться соло может быть убить, но соло с Юлом какое-то время он выиграет. Прямо спид нажмет, смотрим. Ну, нет, делает это доиграво. В ночь на дворе соло может быть даже не было просто видно. Так бы, конечно, я думал, вырвались бы сразу же. Рокет не точно и соло выживает. Или нет? Соло опасно, чуть не вышел. Так. Андрюшок тут близко. Ну, один. Нормально, засел. Не знаю. Не надо. Вот так вот. Как же близко попал в вет. А мне. Как же близко-то. Я уже думал, увидели. Друг друга. Так, тут бегает Женя с Наиксом. Ну, можно какую-то, ну, опять принять. Бегут через Митву, наглую через крипов. Ну, ну, а там, кстати, могут принять тогда вот эту вот компанию. Солны могут здесь? Нет. Уходит. Надяем на варде. Они там на варде. Шарайн ОВП. Есть вард. Вот, Диди. Там Рамзес фермит. Так, а тут клока, если найдут, то будет не очень приятно. Но нет. Юл выкачивает лес. Клок, чего тут забыл вообще? Хочет боевать. Ну, что, у вас сейчас найдут. Есть, блогмил. Есть, окей, ракета. Или нет? Ну, там еще идет и Свардар так-то. Ну, их тут трое. И с Василиром. Тут трое всего лишь. Ну, трое на трое. Хотя уже рядом ВП. Прыжок от Женни. Попытку убить. Ну, отличный Хекс. Идеально. Прыгает сюда также и Клокер. Быстрый пытается убить Женю. Отличный аграр. Идеальный аграр. Просто по троим. Лайфстиллер один. Против всей команды погибает. Ну, и тут, конечно, не выживет. Это очень больно. Вообще без вариантов. Долго как-то силедше реагировал. Не дал моментально стан. Трипл килл отлил. Всех вообще забрал. Тонны демоджи от него взлетают. Там три пичи уже. 23 ряда плацтауну у Акса. Ну, все. Там мана бесконечная уже. Может по кд ультовать. Плюс 34. Да, маны очень много. Сломают моментально. Т2 в топе. Тут байбеков ни у кого нет. Он хочет убивать. Он так идет. Хочет идти убивать. Форстав. Вижный не хватает немного. На тинкер бежит. Он далековато. Цепляют флая. Слоу ультует. Там форставчик есть. Стан. Залетает. Под фонтан уже бегут. А перед флая. Но не попадают. Лазер спасает флая до последнего. И все. Прососовав всеми пандами. Поднял тинкер. Может немного времени выиграет. Бьет. Своего. Крисует Соло назад. Клондебрейс. Статик Шторм на Соло. Соло пробивает магии. Но не так уж сильно, как могло бы быть. Там уже имела сторона. Мега крипы. На Клоперка. Соло вроде как выживает. Уходит. Хотя лазер очень больно заходит. Пашинки. И суперпродобивали. Ракеты Паша. Паша блинкаут. Хорошо. Гагай. Наигрался. Наигрались. Наигрались. Мега крипы. Идеальная игра от ВП. Просто ходили. Убивали всю карту. Очень активная дота получилась. Ну, такая фан-карта. У нас сколько получилось киллов? 45 на 24. Ну, и ВП. Самое главное. Заканчивают. 9-0. Ноль поражений. Кто бы мог...